друзья всем привет так присоединяйтесь потихоньку а я добавляю нашего сегодняшнего гостя так воском вот так вижу что вроде бы а хорошо отправила так алена вот отлично отлично замечательно супер спасибо большое что нашла время на наш сегодняшний эфир я прям очень очень рада тебя видеть и замечательно аналогично и взаимно говорю вот замечательно слушай ну на самом деле мне после того как я сделала публикацию о том что у нас будет с тобой эфир многие мне писали что середа вау типа клево давно было пора а многие такие мы даже не знаем про такое а расскажи пожалуйста про себя такая немножко загадочная персона для многих моих подписчиков расскажи вообще про себя как ты пришла в йогу какой у тебя бэкграунд то есть вот как ты делаешь все вот эти сложные штучки на самом деле все было достаточно интересно я была от йоги далека 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 то есть это было как бы совершенно другое измерения в котором я была мы с мужем занимались шоу-бизнесом он у меня художник кукольник ну вот и мы делали кукол шили сами выступали с ними вот но шоу-бизнес это достаточно такой жесткий бизнес он очень сильно выматывает и психологически и физически и где-то лет 37 я поняла что я разваливаюсь на части то есть я не могла ходить дольше 15 минут у меня болели ноги поясница отваливалась у меня были проблемы с желудочно-кишечным трактом болели глаза споловой системы короче все было просто ужасном состоянии вот я поняла что мне нужно ну вернее там даже была немножко другая предыстория где я познакомилась джиду кришнамути то есть опять же ну вот так получается я не знаю наверно наверно это хорошо что мне по жизни всегда я нахожу то что мне нужно и вот так вот совершенно незнакомая ни с чем то есть не с какими философиями по йоге ни вообще с тем что такое йога ни с какими духовными практиками то есть это было меня просто безумно далеко и я наткнулась на джиду кришнамути совершенно случайно то есть опять же я в интернете по моему искала какие-то философские выражения то есть фразы философские и совершенно случайно я наткнулась на него то есть случайно и я начала немножко читать и вот я поняла что это то что мне нужно не знаю совершенно опять же я же говорю я ничего до этого не никак не была связана ни с чем я не понимала о чем он пишет вот но я начала читать каждый день по там по часу по полчаса по 40 минут я еще йогой не занимала и вот это было на протяжении где-то двух лет я читала каждый день то есть я чувствовала что я начинаю понимать то есть это тоже достаточно хороший был хорошая практика то есть я поняла что если я буду делать что-то по чуть-чуть каждый день то это приведет меня к определенным результатом то есть до этого я тоже этого не понимала то есть мне хотелось идёт быстро то есть и чем быстрее я ставила себе какие-то цели которые мне нужно вот сейчас достичь ну то есть я была достаточно такая очень неспокойным я была человеком безумно неспокойным а вот и как бы я его читала читала я начала постепенно понимать и опять же я поняла что мне нужно заниматься своим физическим здоровьем вот я посмотрела пару видео просто видео для начинающих видео уроки для начинающих попробовала что-то делать почувствовала что-то мне показалось что это очень неплохо вот и потом уже после того как я некоторое время позанималась по этим урокам я начала строить практику сама то есть у меня никогда не было учителя у меня никогда я никогда не ходила ни на ни на какие семинары ни на какие ну то есть я нигде не обучалась то есть то что я делала я находила сама то есть это мой личный опыт который то есть мой личный поиск вот и я начала строить практику сама по ощущениям то есть то что нужно мне то есть я вылечила спину то есть у меня стало все налаживаться ну понятно что это очень медленно происходило но и опять же тот самый джиду кришнабурти научил меня потому что мне нужно по чуть-чуть заниматься регулярно то есть я начала как бы где-то с часового с полутора часового занятия в день я занималась каждый день каждый день каждый день каждый день каждый день и до сегодняшнего дня я продолжаю заниматься каждый день и вот сейчас я уже понимаю что это достаточно сложно для большинства людей сделать потому что ну чаще всего их ну вообще у людей как бы у меня тоже это было достаточно на высоком уровне и мешал противоречия то есть хочется и того и этого а если вот ты хочешь сделать это если ты этого не сделаешь что ты будешь из-за этого страдать вот это вот непонятка внутренняя внутренний разнобой он мешает делать что-то регулярно то есть потому что вот у меня очень часто ну складываются ситуации такие что у меня спрашивают а что же а что как нам заниматься то есть вот как вот как вы достигли того что вы достигли а у нас ничего не получается то есть почему почему у нас ничего не получается но на самом деле ответ достаточно прост с одной стороны но с другой стороны он очень непрост потому что я понимаю что людям очень тяжело заставить себя заниматься регулярно то есть из-за того что им хочется чего-то другого то есть достаточно важно поставить себе приоритеты то есть если ты если ты хочешь заниматься то занимайся но когда ты хочешь заниматься и при этом ты хочешь еще там пойти погулять или ты хочешь освоить что-то другое ну то есть у тебя очень много желаний и ты сам не знаешь чего ты хочешь вот но на самом деле важно понять какое желание у тебя является важным самым важным и туда идти а получается вот так ты хочешь это но при этом ты еще хочешь что и когда ты делаешь это тебе кажется ой а я же могла лучше сделать это и тогда в результате ты не делаешь ничего ты не делаешь хорошо не то что ты делала и не делаешь хорошо и вообще не делаешь что что ты не делала поэтому нужно решить что тебе нужно на самом деле вот это вот трудно слушай прям ален вообще золотые слова на самом деле то есть я тоже всегда говорю что настойчивость да в любом деле как бы это основной залог успеха то есть настойчивость это то что то что собственно говоря нас в принципе куда-либо приведет то есть без настойчивости как бы невозможно но не только потому что бывает настойчивость и при этом человек упрямый и он вот прет и прет и прет и прет и прет и он может в результате себе нанести травму вот эти вот этой своей безумной настойчивости поэтому важно еще понимать что ты должен не торопиться ты должен не стремиться к каким-то результатам то есть ты должен просто медленно 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 идти и лучше даже и не ставить себе эти результаты то есть когда ты ставишь какой-то себе большой результат, ты стремишься его достичь. И ты стремишься, а бывает часто, что еще ставят результаты временные. То есть вот я хочу сделать это на протяжении такого-то времени. А если не получается, то тогда человек расстраивается, у него падает желание вообще что-либо делать. То есть у него мотивация на нуле. Поэтому очень важно, когда ты получаешь удовольствие просто от этих маленьких ежедневных шагов. Просто маленькое ежедневное удовольствие. Ты испытываешь радость от того, что твое тело просто двигается. Вот здесь оно стало немножечко мягче. Вот здесь вот я почувствовала какую-то новую мышцу. Вот здесь вот вроде бы как бы тоже чего-то новое появилось. и вот радость просто от того, что ты чувствуешь свое тело. Вот она должна тебя просто на протяжении всего времени держать. Я считаю вообще, что мотивация это очень плохая штука. Потому что когда у тебя мотивация пропадает, ты просто перестаешь что-либо делать. поэтому как бы она А что должно быть за место мотивации? А что должно быть за место мотивации? В начале да, в начале мотивация помогает. То есть понятно, что без мотивации ты не можешь заставить себя даже встать с дивана. То есть а тут как бы такой резкий толчок и ты побежал что-то делать. Потом у тебя проходит желание что-то делать, ты опять ложишься на диван и тебе опять нужна мотивация, чтобы с него встать. Но когда ты уже начал медленно двигаться, что-то уже делать начал, мне кажется, что мотивация это не нехорошо. То есть ты должен искать в себе какие-то вещи, которые заставляют тебя двигаться вперед. То есть не вокруг. То есть это не должна быть внешняя мотивация. То есть ты находишь вовне, оно очень быстро то есть опять же происходит вот такой вот тенетолкальчик. Ты побежал остановился, побежал остановился, побежал остановился. И часто бывает, что остановился насовсем. Потому что уже не хватает той мотивации тебе для того, чтобы тебя завести. И ты бежал дальше. Вот. Поэтому ну тут уже наблюдение за собой. просто мне кажется, что все люди, они проходят через определенные периоды. И когда ты еще не готов для понимания чего-то, рассказывать тебе это бесполезно. То есть ты можешь понимать слова, слова, да, ты понимаешь, тебе кажется, да, это же все правильно, но на самом деле это еще не внутри тебя. То есть это просто слова. то есть ветер, ветер, больше ничего. И поэтому ты должен созреть для того, чтобы определенные действия совершать. Это время. То есть одни люди созревают, другие не созревают. Тут уже как повезет. очень интересно, прям очень, да, резонирует то, что ты говоришь. Скажи, через какие, вот какая у тебя сейчас мотивация? То есть что, не мотивация, да, то есть что тобой движет? Вот что тобой движет каждый день там расстилать коврик и там продолжать практику? Ну, на самом деле много чего движет. У меня сейчас очень интересный период в жизни, потому что я познакомилась с настоящей йогой, то есть с древней йогой, с тем, что, ну, то есть я не хочу на самом деле касаться этой темы глубоко сейчас в эфире, вот, но как бы сейчас я занимаюсь не просто физикой, вот, и почему я занимаюсь физухой, потому что, как я сказала, я получаю от этого удовольствие, то есть мне нравится ощущать свое тело легким, то есть я понимаю, ну, то есть мне уже 48-й год, вот, и когда я проходила, особенно вот в 37-м, когда я начала тренировки, я проходила через периоды, когда мне было безумно тяжело, я была деревянной совершенно, то есть я была тяжелой, мне было тяжело встать, мне было тяжело ходить, у меня не было энергии, мне все было делать тяжело, и вот сейчас то, что заставляет меня двигаться, это то, что я наблюдаю за тем, что мои тренировки влияют на мою жизнь, то есть я могу делать то, что я не делала даже в 20 лет, то есть я способна на огромные рывки, то есть у меня много энергии, я знаю, что я стала очень сильным внутренним человеком, и это, ну то есть я воспитала себя именно, ну конечно это не только тренировки, то есть это это самопознание, это наблюдение за собой, это отслеживание своих реакций, это все вместе, как бы и все это влияло с одной стороны на мои тренировки, с другой стороны тренировки влияли на моё психологическое состояние, и сейчас это для меня как чистка зубов, то есть я это делаю каждый день, потому что, ну опять же, я нахожу в этом много приятного, то есть мне нравится, мне нравится, когда у меня что-то получается, вот с одной стороны я говорю, что результаты, это плохо, ну в смысле движение, быстрое движение к результату, это плохо, но с другой стороны это твой результат это бонус, то есть ты шёл, 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 ты даже не знал, что у тебя в результате получится то, что получилось, а тут гап и получилось, это тебя радует, с одной стороны, но это не должно тебя слишком радовать, потому что за этим результатом будет следовать неудача, однозначно, то есть и в этом возрасте, в котором я нахожусь, этих неудач намного больше даже бывает, потому что это постоянное движение вперёд, назад, то есть у тебя идут откаты, ну я не знаю, как у тебя, а у меня очень часто идут откаты, то есть ты двигаешься, 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 и вроде бы как всё классно-классно, а потом гап и уже не двигаешься, то есть ты можешь стоять на месте там 3-4 месяца, полгода, ты можешь стоять на месте и никуда не двигаться, Не двигаться, но при этом у тебя должна оставаться мотивация для тренировок. Но ты как бы никуда не двигаешься, но всё равно получаешь удовольствие от своих тренировок. А потом раз и опять подвинешься. А потом опять никуда не двигаешься. И многих вот эти вот моменты опять же отсеивают. То есть они не могут заниматься, когда нету результата. Результаты это очень важно для них. Но это нужно понимать с самого начала, что результат это не цель. То есть даже если, опять же, что такое результат? Каждый выбирает для себя, чего он хочет. Зачем ты хочешь заниматься? Ты хочешь заниматься, чтобы сесть в лотос, в нём посидеть или посидеть на шпагате? То есть смысл в этом какой? Никакого. Ты сел на шпагате, ага, я сижу на шпагате, и что мне дальше делать? Непонятно, что дальше делать. Поэтому надо понять. Очень часто люди приходят в это, не зная, зачем они приходят. Потом постепенно у некоторых выстраиваются какие-то дорожки, по которым они идут. А у некоторых не выстраиваются. И они могут вот так вот 5-10 лет хотеть сесть на шпагат. И в результате у них и шпагата нет. И как бы непонятно, зачем они ходят заниматься. И вообще зачем они занимаются. Поэтому тут... Да, слушай, на самом деле, Алёна, прям реально золотые слова практика по поводу того, что ты делаешь, 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 потом у тебя как бы ровным счётом не происходит ничего. Просто ничего. Просто ничего. И тебе кажется, что уже никогда не произойдёт. И в этом есть своя, безусловно, вот абсолютно верно, как бы, знаешь, определённая красота. То есть если ты как бы можешь внутри самим собой смириться как бы с вот этим ничего, то тогда ты, ну, остаёшься в практике и как бы что-то из неё в итоге для себя как бы, да, выносишь. Потому что я вас всегда удивляюсь, ведь на самом деле работа с телом, она нас как бы очень, знаешь, её зря, знаешь, воспринимают в сфере как, ой, это только там типа физуха. Она учит огромное количество как бы внутренних вещей. Она учит смирению, она учит, да, там, какой-то там внутренней дисциплине. Потому что, ну вот, как бы, да, абсолютно, то есть ты там, не знаю, там, делаешь, там, бьёшься, бьёшься каким-то балансом на руках, а он тебе ноль просто в ответ. Ты его делаешь, а он не получается. Ты его снова делаешь. И так на протяжении... К сожалению, не всех учат. Некоторые, наоборот, развивают, практикуя, развивают свои негативные качества. И эго у некоторых, наоборот, уходит до небес. Когда они... Ну вот, ты знаешь, я, кстати говоря, всегда удивляюсь, как оно... Потому что, на мой взгляд, работа с телом, она делает человека очень... Вот то, что я, знаешь, наблюдаю, когда я говорю, знаешь, именно про реально продвинутую работу с телом. То есть я сейчас, честно говоря, знаешь, то есть, ну, объективно как бы, да, есть люди там, которые, ну, как бы, знаешь, могут там делать там, типа, какие-то там, не знаю, простые штуки и как бы супер по этому поводу гордиться. А есть люди, да, которые там, не знаю, как ты, да, например, делают невероятные реальные вещи. Вот, у меня там есть, там, тоже, да, примеры моих коллег, которые... Ну, у которых реально практика работы с телом просто на высочайшем уровне. И я наблюдаю, что там, наоборот, происходит как бы некое вот это, ну, как бы, смирение. Потому что, ну, как бы, невозможно, да, ты постоянно так или иначе как бы упираешься в собственные пределы. И ты как бы их хорошо знаешь, да. Если ты смотришь, сравниваешь себя там с другими людьми, то как бы это греет эго. Ну, ты-то понимаешь про себя, что там вот это, вот это, вот это не получается. Здесь как бы бьюсь уже столько. И это тебя прям очень сильно как бы заземляет. То есть я, наоборот, наблюдала, что практики, которые реально работают, ну, вот, как бы, продвинутые, да, как можно сказать, работают с телом, они становятся намного более скромными, что ли, в своем отношении. Я не могу так сказать. На самом деле, если бы вот эти вот все вещи влияли на наше сознание таким образом, только эти вещи, то гимнасты, цирковые артисты были бы самыми замечательными людьми внутренне, но так же не происходит. То есть я считаю, что человек, даже двигаясь медленно и выполняя какие-то не супер-упер-серьезные вещи, он может очень глубоко работать со своим сознанием. И при этом человек, который выполняет какие-то невообразимые выкрутасы, совершенно, то есть может быть далёк от того, о чём ты говоришь. То есть всё равно важнее всего, что у тебя происходит здесь. То есть если здесь, то есть если твой мозг дружит с твоим телом, если оно находится в гармонии, то тогда то, что ты делаешь, влияет на твой мозг, а то, что... и твой мозг влияет на то, что ты делаешь. А если у вас гармонии нету, а такое происходит в огромных случаях, то неважно, делаешь ты какие-то несложные вещи, если у тебя нет гармонии с того и другого, ничего не происходит, то есть ничего не изменяется. И так же самое, если ты делаешь какие-то супер-сложные вещи, ничего не изменяется. Поэтому всё равно важно, что у тебя здесь и что у тебя здесь. То есть насколько ты сам нашёл взаимопонимание с собой. То есть насколько ты понимаешь, почему твои действия, твои реакции именно такие. Почему ты чего-то боишься, почему ты чего-то хочешь. То есть всё это достаточно важно, если ты за этим это понимаешь и за этим наблюдаешь, когда твои желания не ведут тебя за собой, а ты начинаешь быть хозяином своих желаний, то тогда очень многое внутри меняется. То есть из-за этого достаточно важно... Вот мне ещё повезло, кстати, я не сказала об этом. Мы переехали из Одессы в деревню, и всё началось именно здесь. То есть мы жили в городе, который был очень суетливый. То есть и наша жизнь тоже была такая же самая. Но вот муж у меня, он, наверное, ёк от рождения. Хотя никогда об этом не знала и тоже не думала. Но все эти вещи, о которых я говорю о нём, они были в нём. То есть и, наверное, благодаря ему мы переехали сюда, в глухую деревню, где нету связи с внешним миром. То есть мы оказались в тишине, в одиночестве. То есть тут и людей-то тоже практически нет. И это всё как бы тоже заставило меня задуматься. То есть когда ты всё время куда-то бежишь, когда ты не понимаешь, а что же вокруг тебя происходит, когда ты всё время задействован в этой суете, у тебя нет возможности даже остановиться и подумать о том, а кто я, где я, и что же будет дальше. Но когда ты, может быть, даже насильно, потому что я очень сильно мучилась из-за этого вначале. То есть я привыкла к совершенно другому. Вот. И сейчас бы я, даже если бы мне предложили квартиру в Одессе за миллион долларов, я бы не переехала туда. Потому что, несмотря на то, что условия у нас достаточно жёсткие, и это тоже всё повлияло на мою практику. Потому что когда у тебя 11 градусов дома температура, а тебе нужно раздеваться и ложиться на коврик, то как бы это... Ну, тут часто, даже ещё до того, как это всё произошло, то, что у нас сейчас происходит, у нас всё равно были частые отключения света. Вот. Поэтому я очень хорошо привыкла. Поэтому к тому, что у нас происходит сейчас, я была готова, можно сказать. Хотя это, конечно, очень неприятно, но в общем всё это очень сильно... То есть я с самого начала сказала, что у меня так по жизни получается, что мне всё приходит, когда нужно. То есть и вот эти вот ситуации тоже пришли мне, когда нужно. То есть они воспитали меня, они меня сделали, то есть они помогли мне сделать себя такой, какой я стала. То есть... Поэтому это всё очень сильно влияет. Поэтому когда мне говорят, а вот что нужно сделать для того, чтобы вот сделать то-то или это, да, нельзя сказать методику, по которой нужно, потому что каждый человек, он индивидуален, он проходит свой путь. На этот путь влияет всё, что происходит вокруг него, его, то есть то, как он живёт, его окружение, его характер. То есть абсолютно всё. И соответственно, из этого складывается его практика. Поэтому если ты просто будешь делать определённые движения, это ещё не факт, что приведёт тебя к чему-то тому. Да-да, ты, может быть, как бы сядешь на шпагат. Ну, это я, в общем, говорю, как что-то, как какой-то результат. Но это не изменит тебя внутренне никак. То есть это не повлияет на тебя никак, твой шпагат. Или какое-то другое упражнение. О да, о да. Это действительно одно из самых, знаешь, таких милых и трогательных убеждений. Как бы вот новичков, которые приходят, они реально считают, что... Ну, вот сейчас это они, я не знаю, там, сделают уповище-то конасную, или сядут в шпагат, или сделают идеальную стойку на руках. Да, они просто... У меня есть один, ну, по-моему, на сайте ВКонтакте, один йог, который считает, что если он положит голову, ноги в сагарапионе на голову, то он сразу, его эго испарится моментально. То есть вот он будет стоять в скорпионе, ноги на голову, а эго его будет медленно уходить в небытие. И, кстати, это люди, которые преподают. То есть это не то, что как бы просто человек, который занимается. Это люди, которые преподают, и они рассказывают об этом своим ученикам, которые потом убеждены в том... Ну, на самом деле, самовнушение – это достаточно серьезная штука. И, может, у кого-то даже чего-то там произойдет, когда он положит ноги на голову. Но это будет всего лишь самовнушение. Это... Скорее, знаешь, отознание того, что ничего не произошло, произойдет. В этом все это, конечно, смешно и очень интересно. Слушай, а расскажи, знаешь, вот если, ну вот как бы... Да, вот если смотреть назад на твой проделанный путь, а насколько я понимаю, за 10 лет, ну, то есть у тебя произошло как бы такой достаточно интенсивный, интенсивный путь ты прошла, скажи, вот ты бы могла выделить, знаешь, какие-то, может быть, этапы, да? То, что сначала тебе там интересно было это, потом ты как бы, да, произошло какой-то период там трансформации, или там знания, да, и ты там стала больше... Ну, то есть вот смогла бы ты выделить в своей практике вот такого рода как бы шаги. Ну, вот я могу... Ну, я затрагиваю этот момент, что сейчас происходит очень большая трансформация и вообще как бы полное ломание сознания моего, то есть как бы сейчас у меня совершенно другой этап. Если раньше, то есть я занималась я занималась осознанной физкультурой, я могу сказать вот так. То есть я понимала, что я занимаюсь осознанной физкультурой. У меня не было заблуждений по этому поводу, я никогда не думала, что это приведёт меня к просветлению или к чему-то подобному. Но... И как бы я даже не очень представляла себе, что такое йога на самом деле. То есть у меня были какие-то поверхности понимания. Ну, после двух лет читания Кришнамурди... Вот как раз Кришнамурди... Вот, да. Я поняла, что Кришнамурди тоже никакого отношения к йоге не имеет. То есть... Да, он очень полезен для... То есть он был мне очень полезен на определённом этапе, потому что он очень простым... Ну, это сейчас, я думаю, что простым. Тогда мне казалось, что даже тот его простой язык для меня был совершенно непонятен. Простым языком может объяснить людям их... Рассказать людям о их проблемах. То есть... И даже, может быть, кому-то чем-то помочь. То есть на том этапе мне он тоже помог. То есть... Ну, потому что я читала всё. То есть читала... Я же говорю, я читала на протяжении двух лет. То есть я читала Кришнамурди с Бомом, профессором. То есть... Ну, причём это я не могла даже... Вначале я даже не могла читать это, потому что это было для меня вообще полным мраком. Ну, потому что это профессор... Они говорили достаточно тяжёлым языком. И для меня это было совершенно непонятно. Но потом, когда я прочитала Кришнамурди, ну, где-то год я читала Кришнамурди, то я уже вернулась к беседам. Ну, дело не в этом. А в том, что... А в том, что такое настоящая йога. Вот. И... И это совсем другое. То есть... Ну, для того, чтобы начать в этом разбираться, нужно читать в Хагавадгиту, нужно читать хатха-йога-парадиптику. Вот. Нужно брать практику у... Урши. Вот. И... Ну, это совсем... Это немножечко другой этап. То есть... Но... Это... Чтобы прийти к этому этапу, нужно пройти достаточно большой путь. Потому что, к примеру, делать настоящую практику йоги не сможет человек, который... Который не пахал, который не знает, что такое на протяжении там шести часов заниматься чем-то очень серьезным и физически. то есть... Это... Это... Этот человек должен понимать, что он... Что он должен делать что-то без результата совершенного. То есть это... Человек должен понимать, что то, что он делает, не принесет ему никаких благ. То есть это не станет ему... Ну, то есть... Это... Только даст ему ответы на вопросы. Но это не принесет ему ни денег, ни успеха, ничего. То есть... А кому это нужно? Никому. То есть все хотят... Все хотят что-то... То, что нужно потрогать. То, что... То, что доставит им удовольствие. Удовольствие. Да. Или то, что можно как-то удачно приладить к жизни. Так же... Отношение к медитации. Медитация — это то, что вам поможет там сбросить стресс, там расслабиться. Как бы это... Ну, я говорю так, Как человек, там, создавший медитопию, да. То есть я прекрасно понимаю, как бы эти мотивации людей. То есть им непонятно, зачем еще можно сидеть и наблюдать там, да, за своим умом и пытаться в нем разобраться. Только если ты потом это можешь как-то, знаешь, присобачить к... Это может тебе помочь как-то. То есть в быту. То есть... Ну, на самом деле, та медитация, которая... Которая учит, она помогает быту. Она помогает людям стать спокойнее, реагировать немножко по-другому. То есть... Когда ты перестаешь носиться из стороны в сторону, то ты можешь по-другому совершенно реагировать на людей, которые вокруг, на вообще на все вокруг, что происходит. То есть ты становишься более чувствительным, более наблюдательным. И, в общем, это помогает людям. Но это не имеет к йоге никакого отношения. То есть это... Да, вот об этом-то и речь. То есть это как бы... Это чудесные техники, они работают, но это не вполне... То есть мне кажется, вы знаете, настоящая как бы медитация с... Ну и духовной практики в йоге, они как раз начинаются там, где заканчивается... Заканчивается... Ну вот это, знаешь, некое такое потребительское отношение, да, возможно, из серии «Я это делаю, чтобы...» То есть вот они начинаются, когда... Когда вот как раз заканчивается вот это «что бы...» То есть я это просто делаю. Это очень сложно, на самом деле, осознать это и даже как-то объяснить сложно. И чаще всего всё-таки люди медитируют совершенно с другими мыслями. Да, слушай, знаешь, хотела ещё, на самом деле, этот момент. Знаешь, может быть, такой немного личный. Я... Вот когда ты сказала, да, что ты переехала в деревню и как бы что... Ну, такая как бы изоляция. Возникала изоляция, знаешь, у тебя... Я просто поскольку тоже вообще... практически живу в деревне, да, мы живём на таком, как бы, в очень отдалённом от людей полуострове. Вот. То есть тут как бы вокруг много природы и мало людей, что невероятный, как бы, кайф. И возникало для тебя такое, знаешь, что с углублением в практику и возникает как раз вот эта потребность, знаешь, в некой изоляции от людей, людей, но потом как бы вот общение с людьми даётся намного сложнее. То есть тебя в большей степени как бы разбалансируют они и люди, я имею в виду. И особенно как бы как преподавателю это может быть такой немножко болезненный процесс. То есть как бы ты входишь в какое-то такое свое очень равновешенное чудесное состояние, из которого тебе как бы хорошо. Но вот на люди, грубо говоря, твои ученики, там, просто люди вокруг, они тебя начинают как бы прямо болезненно разбалансировать. Ну, конечно, на самом деле у нас вот сейчас ну, как вот у нас это всё началось, мы раньше мы ездили в город где-то раза три в неделю, а сейчас один раз в неделю мы ездим в город и мы приезжаем оттуда просто убитые. То есть вот это ну, вроде как бы что-то купили вокруг людей, вернее в толпе людей походили среди людей, но приезжаешь и состояние как будто тебя выжили просто с учениками, в общем, конечно, да, но мне кажется, что достаточно важно всё-таки научиться с этим как-то жить, ты же не можешь переехать на необитаемый остров и от социума совершенно отрезать себя, несмотря на то, что этого очень хочется. но это, к сожалению, невозможно, поэтому нужно учиться как-то с этим жить, то есть опять же тут мне кажется достаточно важно, как можешь ли ты с собой договориться, то есть опять же здесь имеют значение твои желания, вот ты знаешь, что тебе это нужно, вот тебе нужно, например, провести тренировку, тебе нужно поехать в город, и тогда это не вызывает у тебя противоречия, вот когда ты считаешь, что вот это вот меня всё выводит из себя и разбалансирует, то твой поезд, твой приезд куда-либо в компанию людей уже вызывает у тебя негатив, то есть когда ты этот негатив в себе как бы взращиваешь вначале, а когда ты понимаешь, что это просто то, что ты должен сделать, то этого внутреннего негатива нету, ты просто знаешь, что ты должен это сделать, и у тебя не возникает внутри противоречия, противоречия тому, что ты должен это сделать, тогда всё гораздо проще, то есть ты идёшь это и просто делаешь, и тебе не кажется, что вот этот идиот просто меня бесит, вот тебе хочется его убить, нет, потому что ну уходят люди, ну как бы да, у них свои какие-то проблемы, свои переживания, вот, если ты если ты понимаешь, что как объяснить, то есть ты не не садишь и не взращиваешь себе зерно неприязни к этому всему, то есть ну я не знаю, понимаю, что я чему-то говорила да, я поняла как бы мысли, которые ты пыталась внести, мне очень нравится вот эта твоя как бы мысль, которая мне кажется прям, знаешь, проходит такой красной нитью про отсутствие противоречий, как бы, да, просто про отсутствие разнонаправленных как бы желаний и хочу рассказать, может пригодится кому-то тоже, вот это было очень интересно у того же славнозвистного наукраинский Джиду Кришнамурди, он на самом деле ну не просто проводил беседы, он еще организовал школу, и в этой школе он обучал детей бесплатно, то есть он им рассказывал о тех вещах, которые которых нас не учат, которым нас не учат ни родители, ни общество, ни в школе, те на самом деле глобально важные вещи, которые потом, из-за которых в результате люди становятся несчастными, то есть то, как принимать и понимать себя, то, что происходит с нами, почему-то этому не учат нигде, то есть считается, наверное, что это не важно, но на самом деле это очень важно, и вот эти вот беседы с школьниками, они вообще были очень простым языком, написаны из-за того, что это было, вернее, в очень простой форме, доходчиво, то есть даже, но при этом людям, которые вообще не понимают, что это такое, то есть они никогда даже не копали внутри этого, для них это тоже было бы полезно, поэтому, если кто-то вдруг захочет себе как-то помочь, вот я расскажу на такой пример достаточно интересный, он тоже объяснял детям, как им перестать, вот если они, например, сделали что-то одно, а хотели сделать что-то другое, и то, что они не сделали, тянет за собой хвост неудовлетворения, какого-то неприятного осадка, то есть, вот, например, есть выбор, человеку нужно пойти, вернее, нужно пойти помыть посуду, но при этом на улице хорошая погода, солнышко, и он очень хочет погулять, что делать? Он пойдёт мыть посуду, солнышко скроется, он выйдет, уже никакого солнышка, блин, я мыл посуду, а мог бы пойти погулять, либо он будет мыть посуду и думать о том, а он мог бы пойти погулять в результате мытьё посуды пойдёт по тихой грусти, это будет некачественный процесс, и он не погуляет. Либо, если он пойдёт погулять, он будет ходить, не замечать солнышко и думать о том, блин, у меня же там грязная посуда, но это образно, это можно применить ко всему. И что делать в какой ситуации человеку? То есть ты принимаешь что-то одно как факт. Либо ты понимаешь, что тебе нужно, например, мыть посуду, и ты принимаешь это как факт. И ты уже тогда не думаешь о том, что там хорошая погода. Ты идёшь, не моешь посуду, потому что тебе это сделать нужно. Тебе это нужно, и все остальные проблемы уже не играют никакой роли. Либо ты идёшь гулять, и ты получаешь удовольствие от того, что происходит на улице, и не думаешь о том, что у тебя лежит посуда в раковине, и её нужно помыть. То есть вот эти вот простые вещи, они очень сильно изменяют изменяют действительность человека, который чаще всего и находится в такой вот постоянной борьбе, это можно назвать борьбой, потому что эта борьба, она безумно выжимает. То есть она забирает энергию. То есть то, что ты мог бы потратить на что-то очень нужное и важное, на ту же самую практику, пойти на коврик, ты дратишь вот на вот это вот елозанье от одного к другому, от одного к другому. То есть ты, и, кстати, ещё один пример, тоже достаточно немаловкой, то, что забирает энергию. Вот мы, например, с мужем давно уже поняли, что походы по магазинам, там вот этот вот выбор, когда тебе нужно купить то или то, тоже забирает огромное количество энергии. Ты ходишь и думаешь, ой, а может я то вкусненько, нет, я лучше вот это приготовлю, нет, я лучше вот это приготовлю, а зачем мне это, а там моим близким больше нравится это. То есть это просто разрывает часть, это, ну, это, опять же, тоже к примеру, это можно приложить к чему угодно, это то, что нас выжимает. Поэтому ты, вот мы нашли такой, например, вариант, у нас нету особого разнообразия, то есть мы, у нас есть определенный набор продуктов, которые мы идем и покупаем каждую неделю. То есть все, то есть только эти продукты, мы даже не думаем, что, кстати, это тоже достаточно большая проблема у людей, еда, которая в результате приводит их совершенно не к тому, не к тому результату, который им бы хотелось, потому что человек придает этому огромное значение, тому, чего бы поесть. А на самом деле еда должна занимать определенное место, но совершенно не нужно ее возносить в ранг чего-то супер важного. и когда она будет, то есть это не значит, что нельзя есть ничего вкусного, то есть нужно просто питаться там черствым хлебом, нет, просто ты, еда для тебя как всего лишь один из пунктов твоего существования, вот, она как бы есть, вот ты знаешь, что ты должен себе приготовить то-то, 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 ты не тратишь на это ни лишнего времени, ни лишней энергии, ни лишних денег, то есть чем проще еда, чем вообще лучше. То есть это... А тебе не кажется, что... Извините, перебиваю, а тебе не кажется, что люди, как раз, которые вот как бы очень, по моим наблюдениям, которые очень сильно сконцентрированы на еде, знаешь, так называемые, да, фуди, что у них, как правило, в общем-то, нет просто других, как бы, более, более занимающих интересов. То есть это их, как бы, так сказать, еда становится, в общем-то, знаешь, прямо... Да, 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 просто потому, что ничего другого, в общем-то, как бы нет. Да, но я об этом с самого начала тоже говорила, о том, что тут важно, какой приоритет, ну, какой приоритет ты выберешь для себя в жизни. Да, ты можешь выбрать приоритетом еду, но тогда, тогда тебе не нужно пытаться стать, там, стройной и прекрасной. Опять же, вот это вот те самые противоречия, когда человек выбирает себе, что он любит вкусно жрать, но при этом он смотрит на стройных и, блин, а я же хочу быть такой же самой, но при этом я хочу вкусно жрать. Какой приоритет на себе видеть? Так невозможно. То есть, тогда ты должен решить, ты хочешь вкусно жрать и много жрать, и жрать определенные вещи, или ты хочешь быть стройной. То есть, опять же, тот же самый выбор, то есть, он везде, он преследует на протяжении всей жизни нас, на протяжении каждой секунды. из-за этого люди очень сильно страдают, они хотят, они не хотят, о, я хочу сделать, как он, а при этом я хочу полежать на диване и расслабиться. Но это тоже невозможно. То есть, ты реши, что ты хочешь, что ты хочешь, насколько ты это хочешь, что ты готов сделать для того, чтобы воплотить свою мечту в жизни. И тогда что-то двинется с места. А когда ты все время вот это вот от одного к другому, а это два, это очень мало, на самом деле, человека разрывает намного большее количество противоречий. И тогда он просто, он просто запутывается в этом. И где взять энергию на то, чтобы растереть коврики, заниматься? Невозможно. То есть, это все нужно, через это все нужно пройти, это все нужно осмыслить, ну, постепенно, конечно. Вот в Хагавадгите описывается три гуны, это материальная природа человека, которая связывает нас, обуславливает, то есть, это то, чему мы подчинены. Это тамас, раджасы, сатва, это ну, и для того, чтобы перейти от одной гуны в другую, человеку, наверное, иногда нужна не одна жизнь, то есть, это какой-то, наверное, супер одаренный человек может за одну жизнь перейти из одной гуны в другую, а это достаточно тяжело понять, то есть, вот я это все говорю, но я понимаю, что человеку, который до этого еще не до шел, ну, то есть, я, может быть, скажу, не дорос, хотя это не хочется использовать такое слово, как уничижение кого-то другого, но такое действительно происходит, то ему бесполезно это говорить, то есть, это слова просто, это слова, которые не имеют конкретного значения, то есть, это может, это может, опять же, быть мотивацией для кого-то, но мотивация угаснет, если человек не начнет углубляться в это, то есть, это все очень сложно, и, к сожалению, и, к сожалению, это нельзя, то есть, я считаю совершенно однозначно, что никого научить ничему, если он сам не хочет и не может этому научиться, невозможно, то есть, если человек сам хочет, он будет искать, у него будет находиться что-то на его пути, что будет его изменять, если он не знает, что он хочет, если он не понимает, зачем ему это нужно, то он может ходить на миллион всяких семинаров, слушать всякие, платить огромные бабки за всякие лекции и ходить на тренировки, но это будет совершенная бесполезная трата денег. даже жизнь не да, да, знаешь, как я иногда как бы размышляю, что по сути мы ведь все хотим ну плюс-минус как бы одного и того же, да, то есть мы все понимаем, да, что хорошо, что плохо, и мы там, грубо говоря, как бы стремимся к тому, что хорошо, что у нас реально различается, так это то, что мы можем на это пожертвовать, да, то есть те усилия, которые мы готовы там за это отдать, то есть там, грубо говоря, да, там то время, те упущенные возможности, да, про которые ты много говоришь, как бы, да, там какие-то другие вещи, которые мы можем сделать, то есть вот то, как бы какую цену человек за это готов заплатить, вот это имеет значение, а так как бы по сути мы там плюс-минус стремимся к похожей вещам. Слушай, я вижу, что у нас заканчивается время, я знаю, у тебя залито и у тебя скоро будут какие-то последний прямо вопрос тебе задан, который, знаешь, прямо интересно всегда узнать, расскажи прям буквально в нескольких словах, как выглядит твой стандартный день? Ну вот сейчас он выглядит совершенно по-другому, ну то есть когда мы работали, мы работали с мужем в шоу-бизнесе, ну я говорила перед этим, тогда у меня был другой день, мы ложились позже, ну то есть мы бывало приезжали вообще в 4 часа ночи домой, из-за этого мы спали тоже дольше, вот, и, конечно, он выглядел по-другому, кстати, это очень сильно отражалось на мне, то есть вот сейчас, несмотря ни на что, я себя чувствую намного лучше из-за того, что мы изменили, ну, не изменили, у нас изменился, благодаря ситуации график, то есть мы уже не работаем, вот, и мы ложимся раньше, встаем раньше, то есть я встаю, мы пьем чай, я занимаюсь, потом мы едим, я провожу тренировки, то есть если у меня нет тренировки, мы идем гулять с собакой, вот, ну понятно, там еще какие-то бытовые дела, нужно что-то приготовить, туда-сюда, вот, в основном у меня, ну, мои тренировки, это где-то три, три с половиной часа, то есть я занимаюсь каждый день, то есть свои тренировки я ни на что не меняю, то есть я не беру тренировки с кем-то за счет своих тренировок, то есть это мое время, но из-за того, что другой работы у нас сейчас нету, то мне приходится брать тренировки индивидуальные, и поэтому получается, что у меня почти весь день и не занят, у меня заканчивается последняя тренировка, мы кушаем, и ложимся, все поедем, ничего особо интересного. Ну, знаешь, как известно, знаешь, есть такое выражение, которое я всегда пытаюсь как бы глубоко осознать, это сакральность деталей, вот, оно, оно, что называется, смысл, он всегда лежит как бы вот где-то между маленькими деталями, поэтому то, что звучит, знаешь, как все равно, на самом деле, я тебе хочу сказать, что достаточно важно здесь еще то, что, и то, что мне мешало очень сильно раньше, то есть для меня было мучительно делать все время одно и то же, то есть никогда у меня нету никаких, никаких ярких, интересных картинок перед глазами, то есть я не могу никуда пойти, вот, особенно, когда я в городе жила, то есть мне хотелось все время кружить и меня кружить. Вот, это было для меня жизненно важно, и вот сейчас, когда я понимаю, что в моей жизни осталось вот это вот, я не могу назвать это серой обыденностью, несмотря на то, что у меня постоянно одно и то же, у меня постоянно одно и то же, но я выйду на улицу, а там я могу увидеть совершенно другое, не одно и то же, там классная природа, там если есть солнце, так вообще зашибись, вот, но при этом у меня нету ничего, к чему привыкли люди, то есть у меня нету никаких удовольствий, я имею ввиду удовольствий тех, которые люди считают удовольствием, то есть этого всего в нашей жизни уже давно нету, то есть и это тоже помогло мне понять очень многие вещи, потому что это помогает мне помогает мне избавиться от желания, то есть когда это становится меньше, 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 оно сходит на нет, то есть так же само, когда мы переходили на питание без мяса, ну короче убирали мясо, рыбу, яйца, то есть это тоже происходило постепенно, то есть мы никогда не пытались лгап и сразу перейти на другое питание, это очень нехорошо, то есть это насилие над организмом, это стресс, и в результате ты не можешь это долго выдержать, ты чувствуешь, что это всё так изменилось, тебе плохо, тебе хочется того, 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 и ты это уже терпеть не можешь, а когда это происходит плавно, то ты можешь спокойно перейти на это и спокойно перейти, я считаю, что плавно нужно переходить на всё, и у меня так и получалось в жизни, то есть ну да, некоторые вещи могли быть конечно очень неприятными и мучительными даже, но всё равно я считаю, что это было достаточно плавно, и то есть это всё повлияло на то, что есть сейчас, то есть я считаю, что если человек хочет от чего-то избавиться, он не должен резко это отсекать из своей жизни, то есть он должен привыкнуть да, вот всё называется, да, с тобой согласна, это такой как бы путь не борьбы, но мягкой силы, ну тем более ты должен дружить дружить с собой, а когда ты себя всё время калашмати, что какая тут может быть дружба, ты никогда не сможешь создать внутреннюю гармонию, ладно, давай заканчивай, потому что уже как бы надо, да, 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 я бы хотела тебя ещё раз поблагодарить за твое время, было прям на самом деле очень интересно, я тебя поблагодарю, что ты меня наконец, то есть для меня это первый раз, мне самой было очень интересно и спасибо тебе большое, что ты вытащила меня на подобную штуку. Да, мне тоже вот что-то очень приятно, действительно, было очень, знаешь, слова-практика, то есть как бы, ну то есть то, что ты говорила, как бы очень ощущалось, что ну ты это как бы ты это прожила, ты это именно прям, знаешь, через собственный опыт, как бы через это прошла, не просто, знаешь, там и серии красивые, прикольные там фразы из книг, то есть очень ощущалось, я прям это очень ценю. Спасибо тебе большое, не буду больше занимать твое время, надеюсь, что встретимся в прямом эфире и хорошее тебе. Молодец, готовься. До встречи. Пока.